Ну смешные, больше смешные попадают. Сидит там один блогер малолетний и вот насмешил. Вы откуда? Город Харьков, меня зовут Александр. Харьков, я Симферополя, Виктор зовут. Да, Виктор. Что, как у вас там настроение, как у вас вообще, ко всей ситуации, ко всему? Так как-то, ну непонятно, черти шо. Ну да, могли, могло этого и не быть. Ну как бы да, наверное, а может быть и нет. А может и да, а может и нет. Но разговаривать всегда нужно было. Ну разговаривать, да. Только не договорились. Не знаю, ну как бы речь о том, чтоб там войска в Харьков вводить как бы и не шла же, собственно говоря. Ну вы имеете ввиду с российской стороны? Ну разумеется. Ну да, растягивать, растянули просто линию фронта и все. Растянули. Это же специально было сделано. Киев, Харьков, специально растянули донецкую группировку. Подождите, а это вредительство очевидно? Почему? Ну потому что большие же потери в Харькове и личного состава и техники. Российской? Ну конечно. Ну да, были большие, да. И в Харькове, знаю, в том числе были. Ну да. И потом военные украинские, вот эти укроповские, они же потом ходили таким, этим самым, что смотрите мы их сжем, вот эти тигры сожженные, вот там танки, вот там бронетехника, вот погибшие солдаты российские. Это такое дело, это же война, это в любом случае. А, это война. Я понял. Так, а зачем надо было, вот так сказать, запускать в Харьков, когда такие неудачные под Харьковом были действия? Не знаю, не военный специалист. Понятно. Я точно думаю, что это просто какое-то вредительство. Это к военным вопросам. Вредительство со стороны России, да? Нет, ну, я не знаю, ну, может быть там, я не знаю, какие-то там, ну, я не знаю, эти, как это, в российской армии вредители, диверсанты, я не знаю, там, американские подстилки. Не знаю, я не работаю в спецслужбах, нет такой информации мне. Не, ну, просто по действиям. Ну, это же, ну, бред же сивой кобылы. А потом пришлось этими самыми градами северной окраины Харькова. Самые такие пророссийские районы рабочие. Ну, блин, трындец же ж полный. А им же ничего не докажешь, потому что, ну, как бы, сами харьковчане, они ж показывают, это шо, блин, это вообще, шо это такое? Ну, ничего не готов к этому поводу. Ну, тоже, тоже вредительство ж полное. Ну, Пол Харькова убежала, стала беженцами. Куда они убежали? В основном в западные регионы Украины. У меня вот дети выехали, Тернопольская область, и шо. А вы сами не выехали, да? А я сам остался. Ну, и что ждете от всего этого? Да я уже не знаю, шо и ждать. Потому что, если так оно и дальше будет, то я даже не знаю, шо. Я рассказывал же друзьям, ну, перед войной, шо. Говорю, смотрите, у нас же и родственники, и друзья в России, и все. Ну, и в каком я оказался положении? Мне теперь сосед встречает и говорит, ну шо, поумнел? А шо я ему скажу? А их там вон соседы, и друг его, и тот, и все. Ну, пока ничего не скажете. Это понятно. Время, время все расставить точки над «и», потому что у меня он тоже дядя, дядя в Северодонецке был, тоже весь пророссийский, там все против Украины было. Ну, а когда развалили город, когда, ну, ни камня на камне не осталось. Ну, нормально так. Ну, во многом побили город. Ну, да. Ну, как бы, судя по настроению, мы там с ним долго не созвонились, созвонились. Ну, я не стал расспрашивать у него ничего, но видно было, что настроение у него не очень. Не очень. Ну, а как там дальше будет, это время покажет. Так что, как-то так. Ну, даже не знаю, что сказать. Ладно. Вам там удачи. Надеюсь, что Харьков участь в Мариуполе не минует. Ну, Kind of. Как бы, там, надеюсь, что все-таки додумаются договориться хоть как-то. Так, а что можно договориться по Харькову? Что? Как договориться по Харькову? Не, не как вообще. Вообще в целом. Ну, это же, в целом, в котором же договорки как-то судьба Харькова тоже будет присутствовать. Вот по Харькову, что можно договориться по Харькову? Я думаю, референдум только провести. А на какую тему? А о принадлежности к тому или иному государству? Так харьковчане сейчас, вот после этих ракет, вы думаете, что они проголосуют за Россию, а если они за Украину проголосуют? Ну, значит проголосуют за Украину. Ну так это же идиотизм было убивать, разрушать, чтобы потом население, то, которое осталось. А как провести референдум в городе, в котором половина выехала? Среди тех, которые остались? Это же не значит, что там должно быть все 100% населения. Это понятно, но половина стала беженцами в полуторамиллионном городе. Ну да, кворум же должен быть все равно. Ну это понятно, но как проводить референдум в городе, в котором выехала половина населения, стали беженцами? А оставшаяся половина, практически все ненавидят Россию. Ну да. Ну вот обстрел, вот недавний пару дней назад, этот самый, артиллерийская система Пион 203 миллиметра. Просто по городу, потому что там же разлет снарядов на дальности больше 30 километров, там плюс-минус километр, полкилометра. То есть это же невозможно точно прицелиться. Ну туалет развалили в парке, женщина погибла. Ну послушайте, ну меня теперь, вот я же говорю, что мы же, харьковчане, все это знаем, и что теперь? Или, например, та же северная осалтовка, которая градами сносилась. А потом же фронт отодвинулся от Харькова, и вот эти вот обстрелы градами прекратились. И как это местное население воспринимает? И вообще, что вы, какой вопрос выносить на референдум? Что это вообще за, какой референдум, о чем? Ну бред же силой кобылы, что все уже, да? Все уже, да. Продолжение следует...